Юбилей Ж.С. Алфёрова сегодня физику, лауреату Нобелевской премии, исполнилось 80 лет. Выдающегося учёного поздравил в Кремле Дмитрий Медведев. Президент вручил юбиляру орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени. И обсудил с ним, как удержать в стране талантливых исследователей. Ж.С. Алфёров, принимая награду, ещё раз напомнил, что инвестиции в фундаментальную науку – это вклад в развитие России. Я думаю, что сегодня перед нашей страной нет на самом деле более важной задачи, чем возрождение промышленности высоких технологий. Но для того, чтобы её развивать, для того, чтобы развивать университетскую науку, и вы это прекрасно понимаете, нужно не противопоставлять их друг другу, а делать это только вместе. Наука вся прикладная. Разница только в том, что одни приложения возникают очень быстро, а некоторые через 50-100 лет. В слой юбилейжера Салфёров посетовал, что многое сделать пока не удалось. Не создана современная компания по выпуску микроэлектроники. Не открыто северо-западное отделение Российской Академии Наук в Петербурге. Зато впечатляет список достижений Нобелевского лауреата. Более 500 исследований. Без них невозможно было бы появление мобильных телефонов, DVD-дисков и множества других уже привычных сейчас вещей. Из Петербурга репортаж Александра Чиженка. Моё настроение вот всё это время отнюдь не, и даже перед юбилеем отнюдь не праздничное. Эти слова академик сказал на представлении книги, которую написал о нём журналист Аркадий Соснов. 80 коротких историй, намёк на юбилей. Каждая, иногда забавная, иногда поучительная байка, случившаяся когда-то с прославленным учёным. Одна из них дала книге название. Но это одна история о том, как он, будучи молодым сотрудником Фестиха, бежал по институтскому двору, и задумавшись, наверное, о каких-то будущих открытиях или о текущих разработках, перескочил порог калитки, но забыл о верхней перекладинке и впилился в неё лбом. И с тех пор в институте эту калитку прозвали калиткой имени Алфёрова. Шутники говорили, что именно с этого момента молодой учёный пошёл в гору. Вершиной стал тот день, 10 лет назад, когда здесь же, в Фестихе, раздался звонок из Стокгольма. Алфёров удостоен Нобелевской премии. Самое главное, что это премия Фестеху, великому физическому институту мира. Хотя путь к признанию был непростым. Слишком часто приходилось доказывать, что научное направление выбрано правильно. Сегодня результатами работы Алфёрова мы пользуемся каждый день, даже не подозревая об этом. Мобильный телефон, DVD-диск, высокоскоростной интернет, лазеры, работающие при комнатной температуре. Всего этого и многого другого не удалось бы создать без исследования полупроводниковых гетероструктур, за которые ему и была присуждена Нобелевская премия. Вот только почему-то на этих привычных уже устройствах чаще всего стоят названия иностранных фирм. У меня за эти годы было много горьких минут. Одна из самых горьких, когда мы не использовали предложение одной из германских фирм по строительству самого современного завода микроэлектроники в Петербурге. Это было 7 лет тому назад. Письмо Алфёрова с обоснованием создания технопарка и одобрительной резолюции президента завязано где-то в бюрократических структурах, и Россия упустила шанс наверстать 20-летние отставания от мирового уровня в области микро- и оптоэлектроники. Но Жарес Алфёров продолжает доказывать свою правоту уже на базе созданного им научно-образовательного центра. Это та область промышленности, которая является идеальным заказчиком научных исследований и провоцирует новые научные исследования. И вот создание вот этой ситуации в стране жизненно необходимо. Наград и поздравлений юбиляру сегодня предстоит получить немало. Но сам он ждет главный для себя подарок спустя три дня, когда в созданный им академический университет приедут талантливые школьники и студенты, участники юбилейных научных чтений. Я безусловно получаю этот подарок. Я послушаю замечательные доклады, замечательных молодых ученых, которые очень много уже сделали и будут делать для страны. А значит, есть надежда, что традиция не прервется, и российская наука вернет себе утраченные в последние годы позиции. Александр Чижинок, Марк Тюнев, Северо-Западное бюро ТВ-центра, Санкт-Петербург. Продолжение следует...